Эй, мальчики и девочки, всем привет! Это Кэт из городка Вискосвилл. Всем желаю хороших выходных. Декабрь на дворе, настроение новогоднее. Достаем украшения, ёлочки, игрушечки и будем готовиться к крисмусу скоро. А сегодня просто хочу рассказать вам, как у меня начался день. Погодка у нас для Пенсильвании не особо плохо. Но снега нету, дождика нету, солнышка, правда, тоже нету, листва вся опала. Немножко пасмурно, но всё равно. Главное, что нету метели, нету холодного ветра, остальное мы всё переживём. И сегодня у нас тихий, спокойный день. Я планировала полежать, почитать. И потом, совершенно случайно, мне попал в руки айпад моего ребёнка. И я просто решила полистать странички, посмотреть, что там происходит, что показывают. И абсолютно произвольно, нежданно, негаданно нарвалась на документальный фильм, от которого я просто осталась в шоке, с одной стороны. А с другой стороны, вся эта ситуация, просмотр фильма и прочтение всех комментариев от людей вызвала у меня такую бурю эмоций, что я хочу с вами поделиться. Начну с того, что это американский документальный фильм. И он называется «Полтонная убийца». Фильм рассказывает про молодую очень женщину, ей даже нету 30 лет. Она весит полтонны. И нежданно, негаданно для неё она была занесена в книгу рекордов Гиннесса, что она самая-самая тяжёлая женщина во всём мире. Но почему она привлекла внимание к своей персоне? Она обвинилась в убийстве своего племянника. Её младшая сестра рожала детишек чуть ли не каждый год и оставляла своей старшей сестре бебиситерствовать. Эта женщина смотрела за детишками. И как-то в один ужасный день случилось несчастье. Под её присмотром погиб двухлетний племянник. Когда приехала полиция, эта женщина начала рассказывать историю, что она нежданно, негаданно, совершенно случайно, сидя на кровати, упала на него. И таким образом просто сломала ребёнку шею, разбила голову, что привело к смерти. И полиция столкнулась с такими проблемами, что они не могли её арестовать. Эта женщина была недвижима. У неё был такой вес, что её надо было поднимать с краном. И потом просто не то, что вынимать двери, но даже вырезать стену, чтобы её вынести из дома. Вот хочу вам показать немножечко. Вот это вот она, если будет видно хорошо. И, конечно, кадры просто удручающие. Здесь показывается, как её муж за ней ухаживает. Посмотрите, пожалуйста. Это, конечно, ужасно. Это всё случилось в Техасе, на границе с Мексикой. Вот сама эта дама, которой даже нету 30 лет. И посмотрите, что с ней произошло. Это её тело. Это, конечно, ужасно. Я смотрела, просто была в шоке, не могла поверить. Она думает, что она ещё симпатичная. Это она говорит здесь. Это ужасно. Это её батокс. Её задняя часть. Надеюсь, что вам видно. Это ужасно. Она говорит, что она не хочет на свои ноги смотреть, хочет их отрезать. Но, тем не менее, она продолжает кушать. И в тех размерах, что она оглашала здесь, я просто пришла в ужас. Это вот такой кран стоит, чтобы её поднимать хоть как-то. Она ходить не может. Она даже самостоятельно не может сесть. А это вот так вот её муж за ней ухаживает. Это, конечно, просто обалденно. Я пытаюсь как-то навести свет, чтобы... Вот она, посмотрите. И когда я начала читать комментарии, это было что-то с чем-то. Конечно, все восхищались её мужем, что не каждый мужчина останется с такой женщиной. Это, во-первых. И, во-вторых, будет за ней так ухаживать. Посмотрите, как он ей даёт спанч-баб. Это утренние воздушно-душевые процедуры каждый день. И вот, конечно, это проблема Америки. Вот таким вот людям, как она, даётся сразу инвалидность. Поэтому ей не надо беспокоиться, что ей нечего будет кушать завтра. Она сидит, получает пособие. Муж её, так как он ухаживает за ней, также государство платит пособие, что он ухаживает за такой больной, инвалидом, женщиной. И когда она огласила, сколько она кушает и как она кушает, что она кушает, она может скушать. Посмотрите, он даже не может её сдвинуть, бедный. Это, конечно, ужасно. Она может съесть три торта. Три торта за день. А какое количество пиццы она может скушать, об этом даже история умалчивает. Показали, что как она кушает. Вот, пожалуйста, да, говоря об этом. Это, конечно, ужасно. Комментарии, когда я читала, я совершенно согласна. Они сидят вместе, кушают чипсы. Это доктор выступает. Он, конечно, в шоке, что он никогда ничего такого подобного не видел. Вот муж, пожалуйста, приготовил булочки. Все булочки для жены любимой. Это, конечно, для неё даже ещё маловато. Он тоже недалеко, конечно, но это всё ужасно. Я считаю, что если бы он не покупал этой еды, а покупал ей фрукты и овощи, у неё бы не осталось никакого выбора. И если бы в самом начале, конечно, она не распустила себя до такой степени, если бы она знала, что завтра у неё не будет денег покупать все эти сладости, что ей надо будет идти на работу, она бы двигалась, она бы ходила. А так как американская система позволяет вот таким вот людям, вот, пожалуйста, пиццу. Это она просто её заглотила. И Америка платит им пособие за инвалидность. Я считаю, что это ужасно, ужасно. История печальнейшая. Так вот, быстро расскажу, что она обвинялась в убийстве своего племянника. Потом оказалось, что это неправда. Она просто покрывала свою младшую сестру, которая действительно убила своего ребёнка. Вот это она была такая в детстве, обыкновенным нормальным ребёнком. Но потом она начала жаловаться, что у папы с мамой пошли проблемы в семье, они развелись, и она упала в депрессию. И эту депрессию она стала заедать. Я считаю, что это не причина. Нету извинений никаких, что она довела себя до такой степени. Ох, и, конечно, в конце фильма показывают, как приехала скорая. Вот она была такая, очень даже симпатичная молодой девушкой. Приехала скорая. Скорая со специальной бригадой, 20 человек, они вырезали стену из кирпичей дома, где она живёт, это её сестра. И они её прицепом просто вынимали, выгружали, кое-как довезли до больницы. Это вот её детская фотография. И они её отправили в больницу. Делали ей всевозможные операции по вырезанию лишнего жира. Посадили её на кучу лекарств. И история так и заканчивается. Неопределённо, что с ней. Вот это её фотография, ещё когда она могла ходить. Конечно, удачи ей. Всего-всего самого хорошего. Будем надеяться, что она похудела. Но, конечно, это ужасная история. И вот просто я решила с вами поделиться. У меня сегодня день начался вот с этого фильма. Конечно, кошмары. Опять-таки, система американская. Я думаю, что в России такого нет. Если ты страдаешь ожирением, тебе никто не будет давать инвалидность. Надо идти работать, надо двигаться, думать о завтрашнем дне, о своих родных и близких, чего я во всем желаю. Всех люблю, целую. Пока-пока.